Ну шо, ликуй, ютубер! Вопрос Репрома опять на экране! Хейтеры, фанаты и другие нонеймы пришли в ресторан Фрэнк Байбаста, чтобы задать острые вопросы Саше Петрову. Если он сольется, то оплатит всем счет. А если ответить честно, поляну накроет в нас. Саня, Санька, Санек, Санина там... Я вот пришел вот так. Снова, сука, Саша Петров! Александра, Александра, этот город для Петрова! Дорогие друзья, это самоизоляционное обращение к тем, кто остается дома. Мы запустили доставку из ресторана Фрэнк Байбаста в Питере и Москве. И по промокоду Фрэнк скидка 30% на первый заказ в Delivery Club. Смотри, вопрос ребром дома с сочными ребрышками. Как будто ты сидишь за соседним столом на съемках программы. А можно мне вон тех вот ребрышек? Еще один плюс. Все, что ты заказал, ты ешь сам. Мы находимся в Фрэнк Байбаста, Тимура Фрунзе 22. Сегодня у нас в гостях, ребята, не просто замечательный человек, не просто вот какой-то удивительный парень, а сам Александр Петров. Аплодисменты! Саша, привет. Меня зовут Лика, я блогер. И пару месяцев назад я делала карту желаний, и я поделилась одним из своих желаний со своими подписчиками. И оно звучало, как снимаюсь в кино с Сашей Петровым. Как мы можем исполнить мое желание в ближайшее время? Петров. Саш, ну, за какой клуб болеешь? За какой клуб болеешь? За Спартак. Саш, ну так мажешь такой бутерброд, и не сможешь не съесть просто. Можно я помогу, да? Саш, что нужно сделать, чтобы... Ну, я в пределах разумного, Саш, хотя я могу намного пойти... Чисто короткий метр, короткий метр. Что нужно сделать, чтобы с тобой сыграть в кино? Ну, это сложно. Для этого нужно сначала выучиться на артиста. Наверное. Это херня. Да, но это херня. Вот, но я не знаю, всякое бывает, всякое случается. Пройти некий кастинг в фильме, где я буду принимать участие, и, может быть, там пересечемся на съемочный площадок. Главное, если ты составил эту карту желаний, если ты по-настоящему в это веришь, то это и случится. Но это не произойдет так, что, типа, вот я сижу на диване, и завтра мне позвонят. Для этого уже надо что-то делать. Не, скажи, а что, Steam прошел кастинг, что ли, вот сериал, скажи честно? Не торопитесь пришивать ему на робу номер. Свободу, Володя, Володя не виновен. Свободу, мертвых недомил. Я тебе так скажу, у тебя все шансы есть. Вась, знаешь, я, короче, так рассчитывала. А мы с тобой на ты? Можно? Да, конечно. Руку на место. Ой, я, в общем, так рассчитывала, что я блогер, я, в принципе, уверенно держусь перед камерой, что я задам этот вопрос, Саша меня увидит и скажет, ну ладно, давай после съемки обсудим. А, ты про это? И что? Московский фарт решила, да? Просто супер. Я тебе могу сказать, ты что уже практически сыграла вот сейчас небольшую миссию. Ну, вы на одном экране уже. Люди увидят и скажут, не, ну здесь, конечно, посмотри, какая подача, как много себя, как мало его придавила, дернула, показала. Ты уже практически сыграла, мы смонтируем специально для тебя с грустной музыкой. Ты сыграла в одном ролике уже с Сашей Петровым. Вот, по сути, желание исполнилось, спасибо. Спасибо. Ты замечательный. Саша, я люблю тебя. Я тоже. Люблю себя. Ребят, осварите мне моих любимых пельмешек. У наших рёбер всё на виду. А здесь самое важное внутри. Это пельмени. Сибирская коллекция. К ним у нас вопросов нет. Всем пельмени! Помогу тебе, давай. Давай. Здрасте. Здрасте. Здорово. Меня зовут Авраменко Энесса, я из Ростова. В общем, в какой-то момент я много смотрела ваших фильмов, сериалов и мне как-то перестало нравиться. Потом, когда вы начали сниматься у Люка Бессона, я думаю, боже, ну наконец-то. Кого ты снимался? У Люка Бессона. Да ты охренел. Подожди, Анна, подожди. Вот что ты играл там? Фильм «Анна» выходил в прокат. Анна, Анна, я знаю этот фильм. То есть ты мне не веришь? Ты в меня не веришь, что ли? Думаю, ну наконец-то, ну как бы, Саша Петров перерастет на какую-то большую роль. А не вот, ну Саша и Саша, Саша Петров, он же везде Саша Петров. Но посмотрев... Старик, я удивлюсь, ростовские бабы, я как-то говорю. Аж самому страшно стало, ну-ну. Но посмотрев там снова, сука, Саша Петров, ну почему так, ну в чем проблема? Ну ты хотя бы там причешись. Как будто ругай, да? Саша Петров и Саша Петров. Так в чем вопрос-то? Я объясню, Саня, она знаешь, что делать? Она просто сказала тебе комплименты, это по-ростовски так. А, это по-ростовски. Она говорит тебе вот так. Не, ну ты был, ну Саша и Саша там, ну так, да ты говоришь, да? А потом не Саша, а потом опять Саша. Не, был Саша, Саня, Санька, Санек, Санина там, Санча, сам Папе, сам Бабу, а потом раз у Люка Бессона, Александр, правильно? Попрос в чем задавай. Не совсем. Не совсем, ну ты... Тоже мне... Потом все будут говорить, что мы с Ростова это... Я думала, проблема русского кинематографа, почему-то везде Саша Петров. Но посмотрев зарубежный фильм, ты тоже Саша Петров. Почему ты не меняешься, почему ты везде один и тот же? Петр Александров, да, например? А какие фильмы мои вы смотрели? «Лед», «Полицейские срублевки», «Исторический фильм» был... Какой? Ой, господи, боже мой, какой позор. Ну, там небольшой эпизод, ну окей, хорошо. Какой позор? Ну там даже, ну, везде одинаково. Везде где? «Лед» и «Полицейские срублевки»? Да. Слушайте, ну, я правда не знаю, что вам сказать. Посмотрите кино, там все есть. Но ты же понимаешь, что если ты будешь продолжать в таком русле, то, ну, как бы «Оскар» будет где-то очень далеко. Корой, я тебе объясню, Сань, ты везде играешь в простых вот этих людей. Они, ну, можно что-то, ну, как бы усики, трусики, ну, меняться, вживаться, погружаться, как бы там, вот. А вот то, что ты там, вот полицейский, ты вот такой полицейский. А потом ты раз не полицейский, ты во льду как человек. Это не всем нравится. А, ну, понятно, хорошо. Вы хотите, чтобы как безруков он был? А почему нет? Не, не, вы так и говорите, вы должны быть как безруков. Так как безруков везде безруков. Вот в чем все дело. Слушайте, ну, смотрите, например, вам нравится актер Леонардо Ди Каприо? Да. Он везде Леонардо Ди Каприо. Вот Леонардо Ди Каприо. Я не соглашусь. Ну, я имею в виду, он не меняется внешне сильно. Он очень меняется. Где, в каких фильмах? Нет. Что вы смотрели у Леонардо Ди Каприо? «Титаник»? На этом закончилось? Нет, нет, ну почему? Везде, смотри, просто тебе объясняют. Он меняется внутренне. То, что Петров хренов актер, это понятно. Но, я, суки, что, ну, что так можно, если так рассуждать, можно говорить действительно про Ди Каприо, что мы всегда помним его как милую мордашку на льдинке, на этом, да? На льдинке. На льдинке, на двери, на двери, который уходит. Ну, то есть он симпатичный. Ну, что он сыграл необычно? Его типаж всегда одинаковый. Джонни Депп почти в одних, ну, везде одинаковый, кроме Капитана Джека Воробля и этих... Садись, двоечница, все, садись. Спасибо. Он будет исправляться, Саня будет исправиться. Не, исправляться не буду. Приветствую, ребят. Меня зовут Артемий Алькатрас. Я шахопископ-исполнитель. И у меня вопрос, он тоже немного странный, но это касается только творчества. Как бы мы его знаем, Хитлэджер, актер. Он много, много в хороших фильмах снимался, ну, не буду там перечислять, но у него была там роль, где ему нужно было играть в комосексуалиста. Если бы у вас был... Пошел, пошел, пошел. Было какое-нибудь серьезное предложение, но вам сказали, что в какой-то из сцен надо будет целоваться с мужчиной. Вам бы, ну, стрёмно было это играть, или все зависит от обстоятельств? Хороший вопрос. Ты понимаешь, если говорить про то, что происходит, там, не знаю, сейчас в кино, да, такие роли крутые артисты играют, играли. И на Западе к этому другое отношение. В России к этому отношение, ну, иное, скажем так. Поэтому в России, конечно, бы никогда в жизни не согласился. Если бы это было на Западе, хрен его знает, я, конечно, бы очень долго думал. Если бы это была какая-то невероятная судьба человека, и так далее, и так далее. Если, то бишь, тебя позовут на Запад, либо в Голливуд сниматься в хорошем фильме, с хорошей историей человека, но вот у него есть такой вот, не знаю, да? Ну, с Джонни Деппом, да? В Дюкс Бабут. Возможно. Джонни, I love you. Да, Джонни. И вот так. Не знаю, не знаю. И вот так. Закрыть глаза. Вот только вот так. Не, можно? Я думаю, я тебе так отвечу. Я думаю, если ты на это согласишься, то, конечно же, здесь, в России, я поэтому никуда не собираюсь уезжать, меня вряд ли бы поняли. И хотелось бы мне этого, наверное, внутренне нет. Вот. Даже если это будет какой-то суперкрутой голливудский проект, в котором нужно будет это сделать, скорее всего, я откажусь по каким-то своим моральным соображениям. Я не за и не против. И я, ну, как бы, я толерантный человек. Каждый решает сам, что, как. Мне это неинтересно. Вот. И я также смотрю на прекрасных артистов, они там гомосексуалисты, да? И я восторгаюсь творчеством этих людей. Или там фильм, например, «Зеленая книга», да? Да, да, я хотел. Получает премию «Оскар» и так далее. Мне что-то понравилось в этом фильме, что-то нет. Я могу сказать, что я прям влюблен в это кино. И не из-за того, что там была тема гомосексуальности, что мы понимаем, что главный герой гей. Нет, не поэтому. Потому что мне кажется, что очень на Западе свихнулись на теме того, что он, начнем с того, что он темнокожий, он еще и гей, и обязательно на «Оскар». Еще лучше, чтобы это кино сняла женщина. Тогда вообще весь набор был. Лесбиянка. Лесбиянка. Безногое. Безногое, понимаешь? Я не сильно это понимаю. Я просто, ну, как бы, всегда за мир во всем мире. Делайте, что хотите, но не пропагандируйте это. Наверное, в моем... Главное, чтобы это не выносилось за калитку. Ну да, но, наверное, если бы я снялся в таком фильме, отключился бы полностью от всего, да? Потому что я артист, я должен играть и маньяков, и убийцы, и там, не знаю, и так далее, и так далее, и так далее. Но здесь я бы понял, что, наверное, все-таки внутренне я бы отказался от этого. Здесь дело в том, что, видишь, бывают иногда фильмы, и понимаешь, что вокруг именно ориентации героя строится вся картина. Ну, как бы, ну да. А когда это какой-то небольшой элемент, ну он же может сыграть гею, у которого коронавирус. А что вы? А целоваться будет дуплёр, всё нормально. Хитрый, да? Такой, не стоит. Нет, здесь вопрос уместности. Ну да. Я поддерживаю Петрович. У нас в стране, понимаете, да? Не с нашим менталитетом, то бишь. Ну я думаю, что радио Скорома бы... Что не депом чмокнулся просто в щёчку. То есть даже если был бы Оскар на кому, скорее всего, ты бы отказался, да? Ну, конечно, это же моя жизнь. Я понимаю, к чему это всё приведёт. Ну да. Затем. Спасибо за ответ. А это всего лишь будет кино. Здрасте, задавайте. Привет, меня зовут Александр Ясень. Я приехал из Якутии, город Алдан. Привет. Республика Саха приветствует вас. Я начинающий режиссёр, снял пару короткометражек. Вот я хотел бы узнать такой вопрос. Руку на плечо девушки положите. Давайте. Начинающий режиссёр. Начинающего актёра делает режиссёр, а начинающего режиссёра делает актёр. Поэтому у меня такой вопрос. Вот такой сам футык-круг, ребят. Ну понятно, в Москве наверняка вы согласитесь сняться в короткометражке бесплатно, например. А вот в Якутию к нам поедете, чтобы развивать наш кинематограф. Честно вам скажу. Очень хотелось бы понять, всё-таки вы снимаетесь в коммерческом кино. Скажите, больше, чем меньше, или меньше, чем больше. А всё-таки вот наши фильмы якутские, это кино безбюджетное, это фильмы без бюджетов практически вообще. Ты хочешь, он у тебя снялся в кино? Я очень хочу, да. Конечно нет. Поехали дальше. Добро пожаловать в Москву! Давайте следующий вопрос. Тогда в каком бы вы хотели сняться в фильме именно сами, не за деньги? Вот. В каком фильме? Не в Якутском, брат. Но почему нет? Слушайте, давайте в Якутском. История очень проста. Если говорить про деньги, не про деньги. Например, в фильме «Текст» я снимался совсем не за какие свои гонорары. Тут история же очень простая. Если сценарий очень крутой, он так или иначе будет заметен всеми. Потому что фильм «Паразиты» забирает 4 Оскара, увозят с собой в Корею. До этого никто ничего не знал, что такое корейский кинематограф. Человек написал крутецкую историю. Он её снял, он пригласил своих артистов, все это увидели, посмотрели, и это мировое признание сразу. История лишь только в хорошем сценарии. Хороший сценарий так или иначе пробьётся. Через кого-то, кто-то где-то прочитает. Вы написали это, сейчас же эра интернета. Вы написали письмо какому-то помощнику, другу, например, если вы хотите, чтобы я у вас снимался в кино. Или ещё какой-то артист. Или вы хотите какой-то бюджет. Вы ещё кому-то написали, потому что все продюсеры ищут эти крутые истории. Если история будет такая же, как в фильме «Паразиты», например, концепты, сама история, то её экранизируют, там снимутся очень крутые актёры, и якутское кино поедет на «Оскар». Вот в этом плане, мне кажется, нужно себя ставить во вселенной. Не то что «пожалуйста», а может быть. Может быть, если бы кто-то к нам приехал и дал бы нам что-то, подарил бы, но для начала нужно что-то написать, что просто взорвёт, ну, как-нибудь как бомба. Что можно прочитать, хотя бы. Что можно прочитать, и это будет бомба. Ну, вот ты просто читаешь. Я много читал сценариев за свою жизнь. Очень много. По первым там нескольким предложениям достаточно всё понятно. Что история неинтересная, неактуальная, плохо написанная. И ты закрываешь это и не читаешь. Потом ты открываешь, не знаю, сценарий другого там автора, большого российского автора, и ты открываешь, и ты не можешь остановиться. Хотя это там, не знаю, 8 серий, например. И ты просто в ночи уходишь, тебе утром рано вставать, куда-то ехать, а ты остановишься не можешь, потому что это крутой материал. Каждый артист, поверьте, я сейчас на данный момент, например, собственно говоря, нанимаю на работу человека, который будет искать истории, сценарии на будущее. Это могут быть маленькие истории, которые где-то кто-то когда-то придумал, написал. Это может быть случай из жизни. Это может быть какая-то классическая литература. Это может быть произведение, которое никому неизвестно. Ну, собственно говоря, так существует весь Голливуд. Каждый голливудский актер является продюсером в своих фильмах. И он ищет сценарий с помощью команды своей себе. И потом продюсирует это кино, снимает и получает награды, призы и так далее. Есть у меня одна пьеска. С удовольствием, понимаешь? Можно вам как-то переслать, да, сценарий? Конечно, естественно. Расскажите в двух словах. Прошло кино. Прям две минуты, о чем фильм, о чем сценарий. Интересно, кстати. Что беспокоит Якутск? Ну, во-первых... Давайте только с того, что начинать. Очень все просто. У нас ничего такого глобального. Всего лишь золото добывают. Бриллианты. Часто очень пытаются вывести золото. Есть интересные истории из реальных событий, да, как с мешками, с чемоданами останавливают людей. Ну, ты контору давай не палить, хорошо? Ладно, а что приехал сюда. А то у Васи... Слава, убираем его. Накроется бизнес. Ты понял? Ты что, весь ход палишь? Ну, хорош ты. Слушай, ну... Классно! Да, 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 да. Классно. От пяти до пятнадцати, я же, это статья абсолютно. Назвать можно сразу пятнашки. Да? Новый сценарий для Петрова Сашки. Давай-ка мы сыграем в пятнашки, да? История начинается еще несколько сотен лет назад. Нет, тысяч. Когда мамонтенка нашли... Сотен. Когда мамонтенка нашли под вечной мерзлотой, да? Да, да, да. И там... Кот! Не, найдите, в интернете есть Дунькин пупок такой рассказ. Серьезно, серьезно. Скинемся мы тебе на короткометражку. Ну, что ты? Ну, хорошо. Про удивительных сов. Ну, только про это не надо снимать. Отлично. Все, аплодисменты. Спасибо. Привет. Привет. Меня зовут Женя. Саша. У меня к тебе такой вопрос, Саш. Как именно ты собираешься получить Оскар? Ты на нескольких интервью сказал, что для тебя это высшая точка, которая была бы в твоей актерской карьере. Ты мечтаешь о Голливуде? Да. Я не то, что мечтаю, я просто понимаю, что это мечта, безусловно, мечта получить Оскар, а это цель. Я являюсь большим поклонником твоим и жена моя. Мы очень верим, что ты получишь. Нет, честное слово. Но я знаю такую историю, что ни один русский актер, режиссеры получали, актера нет. Хотелось бы узнать. Да, нас не ценят на Запад. Ну, есть такая маза, чувак. Есть, я... Слушай, история с Оскаром, на самом деле, она очень простая. Я не... Ну, то есть, ты ставишь себе какую-то невероятную цель. И Оскар это образ такой того, что это какая-то невероятная планка. И таким образом ты всегда развиваешься. Ты куда-то идешь вперед. И ты не идешь по кругу, а ты идешь куда-то вперед. Вот. Каким образом технически это сделать, я не знаю. Ну, то есть, знаешь, у Макдонаха есть в пьесе, по-моему, коллега с острова Эннишмана, не помню, в какой точно такая фраза «Че-нибудь да подвернется». Ему говорят, как что подвернется, ты стоишь под стволами, я тебя сейчас убью здесь. Ты последнее слово, значит, чтобы представиться, как бы говоришь, и ты говоришь, что-нибудь подвернется. И что-нибудь подвернулось. Вот такая какая-то основа во мне есть того, что что-нибудь подвернется. Дальше посмотрим. Работа в этом направлении идет с точки зрения международного рынка, с точки зрения потихонечку выход на эти международные какие-то поля, но никуда не уезжая. Якутский фильм, Ивкутский. Вот, и уже предложили работу в экспериментальном проекте. Но, как бы, понимаешь, не обязательно куда-то уезжать. Мне кажется, как раз-таки есть большая ошибка. Может быть, не ошибка, но мне кажется, этот путь не совсем верным и правильным, когда русские артисты туда уезжают, и там что-то пытаются. Дальше они там живут год, понимая то, что... Они там никто. Да-да-да, они там невостребованы, не нужны. Вот по такому пути идти уже не надо, потому что многие, ну, как бы, по нему шли. Тут история может быть очень простая. Российский рынок сейчас все равно выходит в копродукцию с международным рынком. Мы можем снять кино, которое будет в копродукции с американцами, с кем угодно, с европейцами. И дальше это кино может куда угодно поехать, в том числе и на Оскар, если оно будет крутое. Просто главное, мне кажется, в это во все как-то, ну, как-то по-честному верить, понимаешь? Добрый день, Василий, Александр. Вопрос следующий. Александр, не западло ли вам было в фильме «Полицейские срублевки» топить за коней, за ЦСКА, а в жизни за мясных, за Спарта? Это два яростных клуба, которые всю жизнь соперничают друг с другом. Как вообще по московским улицам-то ходится? Многих здесь это волнует. Слушай, очень хорошо ходится. Это кино, я разделяю кино и жизнь, вот и все. А тебя не парит, что в мусора играл, нет? Просто я фанат ЦСКА, и для меня этот вопрос прям интересный. Я здорово, это классно. При том, что, знаешь, я общаюсь с разными футболистами из разных команд российской премьер-лиги, я не знаю, что мне с ними не общаться, я общаюсь иногда с Зинченко, он играет в Манчестер-Сити. Хотя я сам болею за Манчестер-Юнайт, это Зинченко об этом знает, о том, что я болею за Манчестер-Юнайт. А знаешь, мне в этом сектор, на который ходит болеть за мясо, за Манчестер, а? Видишь, как выводим на чистую воду? Да-да-да. Но как бы есть кино, есть жизнь, но это надо просто разграничивать. Ам-да, там вот персонаж болеет за ЦСКА. Ну то и сердце не ёкает ничего, нормально всё. Нет, не ёкает. Ну знаешь, я тебе расскажу одну историю, на съёмках она произошла, когда, по-моему, в первом сезоне Гриша кричит некую, там, какую-то кричалку, связанную с ЦСКА, и я перепутал и крикнул кричалку Спартака, я не помню, какую я... Но это в эфир не попало. Ну нет, конечно, Илюха же... Ты что, что, самоубийца, что ли? Илюха же режиссёр за коней. Режиссёр топит за коней, конечно, и... Я говорю, Илюх, правда, случайно никакого стёба в этом нет. Красавчик, спасибо большое. Красавчик, ты всё равно красавчик. Эй, Петров, ты вот что-то, сука, не делай, ты всё равно красавчик. Вот что ты не делай, ты всё равно... Нет, слушай, ты, ты там это, ну, ты в шарфе вообще за коней, ну ты же за... А что ты красавчик? Всем добрый день. Ты должен сказать, всем добрый день, я не ел собаку никогда. Я ел. Я тоже ел. Это национальное блюдо. Да нет, это не национальное, кто тебе это сказал? Да я знаю, я кореец. Какой ты кореец? Ну, наполовину. А-а-а-а, вот кто кореец. Какие у меня корейцы в Ростове есть, кенты, ребят. Эдя, дедушка, всем большое. Ребят, это про... Я один раз... Мне мой друг говорит, братан, приходи, покидаю мячик в баскетбол. Ну, я баскетбол ненавижу просто. Ну, для меня... Я говорю, ну, прихожу. Я, ну, понял, смотрю, Рома Бес стоит, каких-то детей просто разрывает. Там что-то... Я подхожу, это не дети, понял? Не понял? Это семь корейцев, чувак. Я понял. Это семь корейцев. Вот таких. И они играют в баскетбол. Он их делит на команду. Понимаете? Делит на команду. Я такой, ха-ха, ну, давайте с корейцами. Они разорвали всех просто. Это люди, которые прыгали выше своего роста в два раза. Корейцам Ростова респект, братан. Всем. Маленький джуз всем, всем, ребят. Я поднимаю за ваше здоровье стакан корейской морковки, ребят. Саша, у меня к тебе такой вопрос. Слушай, после твоего колоссального, колоссального просто успеха в кино, слушай, ты остался все такой же, Саша Петров, ну, раздолба из Гитиса. Или все-таки теперь рестораны, кафе, как бы все так цивильно. Ты вообще в Макдональдс ходишь перекусить сейчас? Я последний раз приходил в Макдональдс. Это было, типа, неделя, наверное, назад. И я вот пришел вот так. Ну, вот так хожу, понимаешь? Он думал, что там его кто-то узнает. Я понял. Вот. Я-то спокойно так стоял, люди на меня смотрели, как на идиоты. Но зато как бы я спокойно стоял. Мало что внутри меня поменялось. Ну, конечно, я люблю вкусно пожрать в каком-нибудь классном ресторанчике. Понимаешь, где-нибудь в Италии, жаль, что ее сейчас закрыли, зайти в какой-нибудь мишленовский ресторан. И круто провести время своей девушке. И прям говоришь, как Владимир Соловьев. Смотри. Он об этом, кстати, не говорит. Конечно. Ну, у него же ничего там нет. Саша, я понял, спасибо тебе. Спасибо. Ты классный актер, раздолбай, это вот в хорошем смысле. Петрову нельзя давать Оскар, знаешь почему? Почему? Потому что он охренеет тогда. Ты знаешь, как он будет в Макдональдс заходить? Он так заку... А там он будет просто как мумия заходить просто. Все будут знать, а, опять Петров пришел. Раскусит фишку. Конечно. Давайте вопрос еще, ребят. Здравствуйте. Здравствуйте. Саша, меня Оля зовут. Я бы хотела вам вопрос задать. На какого бы из своих персонажей, которые вы сыграли, вы бы хотели или могли бы променять свою жизнь? О, крутой вопрос. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Офигеть, круто. А можно я отвечу? Давай. Я бы хотел клянуть, чтобы он был полицейским срублевцем. Не, ну классный, да? Вот если бы такие все мусора были, было бы круто же. Вот в какой-то момент, когда ты, например, заходишь в какое-то учреждение, и стоят там, не знаю, или серьезные учреждения, да, стоят серьезные охраны, и все такие, здорово, здорово. Ну, то есть, вот для них уже, конечно же, я это Гриша Измайлов. То есть, для них это то же самое, когда там вышла бригада, и безрукого звали там к себе за стол какие-то там туда-сюда, и все уважали там. Ну, то есть, разные истории были с артистами сериала. И это, ну, так бывает. И людям хочется в это верить и немножко в это поиграть. Поэтому вопрос крутой. Не знаю конкретно кто, но вот Вася подсказывает, пускай будет Гриша. Конечно, а что он самый классный? Если бы все, давайте так скажем, если бы все менты у нас были такими, как Гриша, мы бы жили в хорошей стране, да? Справедливыми. Весело, с юмором, с огоньком, так сказать, да? И при этом делом занимает. Да, и делом. Мы ищем ОЦСКАС. Мой хороший, а? Саша, у меня такой вопрос. Ты очень популярный. Козловский тоже одно время был популярный. А сейчас что, нет что ли? Ну, я уже что-то его не помню. А вы помните, как Козловский выглядит вообще? Да, он темненький, кареглазый, симпатичный. Здесь еще щетина. А у вас светлые глаза. Ну, в целом, она права. Продолжайте. Вот. В общем, вопрос в том, что почему мы никогда не снимали с ним в фильме? Может быть, вам стоит все-таки попробовать такие два ярких персонажа? Он такой брюнет, вы такой блондин. Ну, подождите, нет. Он такой брюнет, а вы такой блондин. Есть такие планы? Да, но я вообще про другое. На самом деле, было бы прикольно, вы такие снимаетесь, как бы ты там все время со всеми трахаешься, а он такой как бы спасает мир. А он всех... Нет, ты такой со всеми трахаешься, а он такой всех трахает. А он наблюдает. А он еще подружился. Классный сценарий, мне нравится. И парень такой. Ну да. Братан, покупаем, якуты снимут. Конечно. Якутский каменный цветок, да, Дев? Будет просто огонь, конечно. Мы ищем в поисках сценария. Наконец-таки мы его нашли. Ой, классно. Мы с ним часто разговаривали на тему, что давай что-то вместе, совместно сделаем. Есть такие планы, правда, если говорить без шуток. Дай бог, чтобы все получилось. У меня много бывает. А еще и без рукава, если что, обращайтесь в поисках. Очень подробно. Мы учтем эту историю. Очень она полезна. Класс. Все, хорошо. Спасибо. Мне тоже. Вопрос такой. Как часто к тебе обращаются с вопросами благотворительности? И как ты их решаешь для себя? А что ты имеешь в виду? Ну, вообще поучаствовать в какой-то благотворительности, помочь кому-то. Ты знаешь, я участвую в этом практически каждый день и все свое свободное время трачу на это. Собственно, основной деятельностью является помощь фонду хоспису «Дом с маяком». И в России это сложная тема, потому что люди медийные, взрослые, тяжело это дается. Сама тема тяжело дается. И многие отказываются приезжать, помогать, об этом говорить. Не то чтобы я не бесстрашен. Я всегда это все через себя пропускаю. И все люди, которые работают в фонде «Дом с маяком», моих, ну, я боюсь соврать, но где-то человек 500-600 и на обеспечении находятся 600 семей по Москве и области. Это колоссальные бюджеты, там, бюджет фонда, миллиард рублей в год. И этим нужно заниматься, об этом нужно говорить постоянно, чтобы донаты увеличивались. Да-да-да, я помогаю финансово, помогаю информационно, делаю разные проекты, приезжаю к детям. И также, если кто-то откуда-то звонит, ну, если у меня есть возможность и время, конечно, я приезжаю, кто бы не позвонил. Вот, и есть такое сообщество большое, как мне кажется, сейчас оно в России появляется, такое внегласных друзей, там, может позвонить Константин Юрьевич Хабенский и сказать, Саша, у меня там, я не могу, у нас там съемки туда-сюда, ты не мог бы, вот как я выходил на суперкубок России, финал «Локомотив-Зенит», и мы с мальчиком, он выздоровел, он преодолел болезнь, маленький пацан, вот, и мы с ним, с этим победителем, по сути, по жизни выходили делать символический удар. То есть я всегда, что называется, вписываюсь во все эти истории, потому что мне кажется, это важно. Может быть, вообще самое важное, что касаемо актерской профессии, ты можешь много сниматься, и ты должен понимать, а для чего ты это делаешь вообще, для чего ты снимаешься в кино, для чего ты становишься еще более популярным. И, конечно, мне хочется становиться популярным не только в России, но и за ее пределами, тогда я смогу помогать гораздо большему количеству людей. Это как, ну, у тебя инструменты в руки попадают, и ты этими инструментами начинаешь, собственно говоря, владеть, работать. Так же, Вася мне может в любой момент позвонить, сказать, Сань, там, вот в это надо впрячься, или я Васе могу позвонить. Понятно, спасибо большое. Спасибо. Хороший вопрос. Да, на него... Ты, кстати, можешь сказать, как название фонда, какие-то, или мы можем реквизиты потом прикрепить. Да, вы просто прикрепите, фонд, фонд, хоспис, дом с маяком. Добро пожаловать, делай добрые дела. Спасибо за замечательный вопрос. Добрый день. Здрасте. Добрый день, Александр. Здрасте. У меня такой вопрос. Вы снялись недавно в фильмах «Лед», «Лед-2». Сейчас выходит на экраны фильм «Стрельцов». И у меня вопрос, почему сейчас... Когда вы остановитесь, наконец? Ну что, прям сам «Стрельцо», что ли? Почему сейчас в российском... Да, я тебя приглашу на премьеру 6 апреля. Ты мечтал об этой роли. Класс. Вопрос. Почему сейчас в российском прокате так много спортивной тематики, на ваш взгляд? Ну а как много? Когда в последний раз? Она присутствует, я согласен с вами. Я об этом, если честно, не сильно думал. Последнее, наверное, кино, которое выходило в прокат, это было «Движение вверх». А, «Тренер», наверное, был все-таки. Черт его знает. Но если говорить про «Стрельцова», это кино на спортивную тематику, но не совсем только про футбол и не про какую-то конкретную победу и так далее. Это просто история. То есть, по сути, там, не знаю, «Стрельцов» мог быть кем угодно. Ну так, если грубо говорить, в рамках сценария. У него удивительная судьба. Что его посадили, он вышел из тюрьмы и так далее, и так далее. Почему интересно? Ну, не знаю. Мне кажется, что это зрелищно. А вам не нравится «Спортивная тематика»? Мне очень нравится. Я с удовольствием посмотрел «Тренера и движение вверх». Мне «Спортивная тематика» не очень нравится, честно говоря. Но вот ваши сюжеты, в которых вы снимаете, там как раз, мне кажется, уклонно не в спорт. И вот, наверное, вы тоже, когда выбирали спорт, как фоном идет. А ну что, про что там? Про что? Про любовь, про отношения. А вы какую любите? Вот вы, вам сколько лет, скажите? Мне 31. Какую музыку слушаете, кроме басты? Какую музыку слушаете вообще? Что вы любите? Я разную абсолютно слушаю. Пятерку самых лучших песен. Группу, какие вам нравятся? Господи, сейчас я на первых слушаю активно Полину Гагарину. Моя хорошая. Прекрасно. Прекрасно. Моя хорошая. Все понятно. Все понятно. Поэтому вы лирическая натура очень, да? Приходите на фильм «Стрельцов». Он не про футбол, а про любовь. Вот в этом-то весь вопрос. Вы, получается, выбираете сюжет, не исходя из спортивной тематики, а именно вот из любовной истории. Я вам объясню. Он просто вводный. Ну да, но он футболист. Но история его гораздо интереснее, нежели то, что он футболист. Просто футболист. Вы знаете, у нас как он маманин, просто футболист, а история вот такая. И она развивается, идет. Один вышел забил, второй вышел забил. И все такие, да, вы нас потеряли, а мы были. Это же про них тоже когда-нибудь сниму такие, да? Кокор и Мамай, да? А у Е вдвоем на поле. Спасибо большое. Спасибо большое. Короче, Сань, стало понятным, что все девушки хотят, чтобы были фильмы про любой. У нас видео вопрос нашего ресторана на Кузнецком мосту. У нас люди приходят, записывают видео специально. Ну, знаю, что сегодня будет Петров. Записывают видео. Повернитесь, пожалуйста, посмотрите. Здравствуйте, как вас зовут и какой у вас вопрос? Здравствуйте, меня зовут Евгений и мой вопрос Александру Петрову. Александр, скажите, пожалуйста, что повлияло в вашей жизни на выбор вашей профессии? И все, что ли? Это вот такое говно, вы такие вопросы задаете, ребят? Скажите, что вообще подвинулось на то, чтобы вы были тем, кто вы есть на самом деле сидит? Есть один человек, ее зовут Вероника Алексеевна. Собственно говоря, я из маленького города, и я не планировал становиться артистом, заниматься этой профессией и так далее. Но она привела меня в театральную студию. Мы там начали создавать любительские спектакли. И что-то в какой-то момент сильно переключилось. И поэтому я решил стать артистом. Поэтому я ей в этом плане всегда благодарен. Вот из-за этого так получилось, да. А сейчас общаетесь с ней? Да, мы на связи, да-да-да. Она занимается сейчас в основном детьми, собственно говоря, преподает актерское мастерство именно детям. Главное, что она воспитывала всегда. И потом это переключилось и у Хефица. У Хефица абсолютно там, это мой мастер в ГИТИСе, Леонид Фимович Хефиц. То, что внутренне человеческое воспитывала, прежде чем как бы что-то дальше происходило, чтобы ты человеком всегда оставался. Это самое важное, как мне кажется. Поэтому ей привет и низкий поклон. У нас по традиции все гости приносят нам подарок. Что ты нам подаришь? Это такая банальная история, это книжки, вот и все. Это книжки с моими стихами. Вот так, Вась. Ты что, охренел, что ли? Ты как я, да? Да. Я пришел на день рождения, я подарю вам свой альбом. Да, я, знаешь, на самом деле, на самом деле, вот извините, я перебиваю, на самом деле это такая классная штука, потому что ты приходишь к каким-то людям, ты понимаешь, что у многих людей вообще в принципе все есть, что дарить непонятно, безделушку дарить не хочется. И ты быстренько там пишешь какой-то, может даже смешной стишок и даришь стих человеку. Это такая хорошая отмаза на дни рождения. И все такие, ой, как здорово. Ты подпишешь нам это? Конечно. То ты Оскара потом... Можно мне одну пожелать? Да, да, да. Можно для стонера, пожелать? Давайте одну за лучший вопрос, ты пока подписываешь, вспомнишь лучший вопрос. А можно я задам вопрос? Да. Во-первых, я хотел сказать, мне очень сильно понравился фильм «Текст». О, спасибо. Это очень тяжелый фильм, я его никогда не посмотрю второй раз. Это нормально. Но я плакал два раза. Первый раз на второй минуте, когда приняли мусора, точнее подкинули. У меня просто очень много друзей по такой теме уехало, прям вот так вот. И это прям вот за душу взяло. И в конце мне еще понравилось то, что я думал, что будет предсказуемый конец, но он был не совсем предсказуемый. И это как бы... А какой ты думал? Ну, я думал, он застрелит себя. Но все-таки мне понравилось, ну, не понравилось. Я очень рад, что он нашел в себе силы не совершить грех, а получилось так. Про фильм этот скажу. Мне режиссер фильма, Петя Буслов, мне позвонил, говорит, есть типчик, он снял фильм, у него снялся там Саня Петров. А Петя Буслов, это кто снимал Бумера, Родину, ну, то есть я всегда к нему очень так с уважением отношусь. Он говорит, посмотри фильм. Я связываюсь с режиссером, он мне скидывает фильм, и я в 11 вечера решил его посмотреть просто. Ну, так, на ночь думаю, опять какая-то книжка, посмотрю, подремлю. Мне очень понравился фильм, я вот прям... И у меня как раз была эта песня. Вручим, сейчас мы приз за самый лучший вопрос. Это сделает Александр Петров. Мне вот понравился, конечно, понравился вопрос девушки, которая сказала о том, что какой бы роль вы хотели бы переродиться из своих. Потому что обычно спрашивают, типа, а какая ваша любимая роль? Я думаю, да все, наверное. Ну, как бы непонятно, как ответить этот вопрос. А тут реально задумываешься о том, а кем бы ты хотела... Выходите, получайте свою книгу. Спасибо огромное. Классный. Аплодисменты. Спасибо, спасибо. Сейчас мы быстро голосуем. Дамы и господа, для тех, кто у нас присутствует в первый раз, хочу объявить условия нашей передачи. Если вы считаете, что господин Александр Петров был с вами действительно искренний, не играл никакой роли и был предельно честным, вы поднимаете красного динозавра. Если вы считаете, что он вам что-то не договорил, вы поднимаете черную свинью. Все очень предельно просто. Голосуем, ребят. Понятно. Если красный, то что? То я плачу. А, то ты плачу. Ой, спасибо, круто. Платит контора. Всем спасибо. Спасибо, ребят, огромное, правда. Несите счет. А на какую сумму чек? 90. 90 тысяч рублей. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте поаплодируем замечательному Александру Петрову. Спасибо вам, что ты подарил нам праздник сегодня и отличное общение. Твои книги останутся в ресторане. Можно всегда будет перекусить, очаровать девушку, взять книгу быстро. Так, сейчас, 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 вот. А вот я здесь стих написал и здесь почитаю. Спасибо тебе большое, Сань. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.